всем привет дорогие друзья с вами снова я после долгого перерыва и на сегодняшнем обзоре у нас сойдутся так сказать в одном бою две могучие державы корпус морской пехоты сша и россия теперь ближе к делу сейчас я буду сравнивать максимально подробно две формы дело в том что данная форма носится исключительно морскими козиками сша на полевых выходах то есть то есть основные подразделения у многих носят другую форму а к и у об этом позже наша же морская пехота носит общевойсковую форму вкпо либо вкб но на данный момент у меня представлен вкпо я подгадал один из один из немногих моментов когда они могут сойтись вместе потому что потом ждет разлука но это уже совсем другая история еще одна вещь здесь вы видите два листа на них я буду записывать баллы сша и россия то есть кто выбрал по каким-то параметрам я буду запишивать того балла спасибо за идею господин соль и так начинаем начнем с расцветки российская расцветка эмэр была создана в 2007 году и поступила на вооружение в 2008 однако полностью армию прокомплектовали данным обмундированием данного камуфляжа 2012 году однако именно форма вкпо точнее вкпо вышла в 2014 году после нескольких прототипов дело в том что форма более старого образца которая пришла на замену той что то что раскрашивалась в легендарный камуфляж флора она была очень некомпетентна она быстро выгорала стирывалась к тому же зимой не было очень холодно данная форма вкпо это улучшенный образец соответствующие современным стандартам теперь небольшая предыстория именно этой формы эта форма была выпущена в 2004 году и выпускается в расцветке маркпат маркпат имеет две расцветки пустыня и лес по сути это цифровые цифровые модернизированные версии футланда и триколор дизерта надо данная модификация данная модель представлена в расцветке маркпат лес от маркпата пустыня она отличается только тем что черные пятна не заменены на красные точнее на темно-коричневый извините это льду а фон с зеленого с оливкового на бежевый итак что же можно сказать про сравнение двух расцветок начнем съемы как я вам уже говорил у камуфляжа есть две функции имитационная и деформирующая для тех кто не смотрел мои видео я постуня повторяю при взгляде с маленькой дистанции камуфляж выполняет имитационную функцию то есть он имитирует окружающую среду например заполз солдат в куст в 20 метрах стоит или лежит противник он видит один куст потому что камуфляж слился с кустом так вот мелкие камуфляжные пятна отвечают именно за эту функцию а деформирующая функция заключается в следующем на дальнем расстоянии пятна уже практически не видны например на 300 метров так вот реформирующая функция отвечает за то что силуэт человека раздрабливается изламывается соответственно с 300 метров его гораздо тяжелее разглядеть за эту функцию отвечают как раз крупные пятна и что же мы здесь видим да здесь плохо видно поэтому придется наложить фотографии пятна у емр так называется расцветка или как ее еще не официально называют цифровая флор потому что данная расцветка по сути повторяет цвета флор пятна очень очень мелкие да он превосходно по превосходно подходит для елочных лесов но например тот же самый марпад можно использовать также в южных лесах без ущерба маскировки что не скажешь про мр что на мой взгляд больше подходит к северным к тундре к северным лесам к елкам к немецким ельникам поэтому за это бал к сожалению вынужден уйти американцам делаю все при вас чтобы вы не там не писали чтобы этом что я там читерю баллы кому-то подписываю так далее у марпата мы же видим мы же видим пятна покрупнее да это плюс но 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 есть одно но вся форма марпата практически однородная то есть монотонная в одной и в основе цветовом оттенке у емр же если присмотреться поближе мы видим что одна сторона либо сверху либо снизу либо сбоку сбоку одна сторона темнее в ней преобладают черные и темные другая сторона светлее так вот сделано это для того чтобы с дальнего расстояния как раз как раз деформировать силуэт поясню вот у нас есть противник которые целятся неважно в металлический стандартный прицел либо в оптику но единственно с тепловизионным это не пройдет либо в оптику с 300 метров допустим он видит если бы здесь все было монотонно он увидел один бы силуэт человека здесь же его зрение его взгляд его фокус фобиальный у нас на глазу есть такая точка называется фобия это она как раз отвечает за четкое зрение поэтому оно и называется фавиальным это зрение будет направлено туда где темнее соответственно вот у меня монотонная одежда силуэт вот а вот у меня одежда с одной стороны темнее с другой стороны светлее силуэт вот понимаете поэтому я вынужден также отдать балл нашим теперь пройдемся по карманам американская форма имеет два нагрудных кармана что самое главное на липучках и под углом соответственно руку туда совать удобнее у нас же карманы располагаются не под углом и по стандартному на пуговицах которые еще и хрен застегнешь поэтому к сожалению за это балл уходит американцы но есть без света мы короче с вами остались братва но есть одно но также мы оцениваем боковые карманы у нас они на липучках к тому же посмотрите на их вместимость видите чего не скажешь по янке совчи карманы гораздо менее вместительны вот видите боль меньше моей ладони и на пуговицах поэтому за боковые карманы карманы балл уходит нашим продолжаем обзор у американцев есть функция застежки клапана на пуговицах регулировки манжета рукавов у наших тоже имеется такая же функция но на липучках поэтому за это я думаю никто не станет спорить если отдам балл нашим также хочу обратить внимание на еще одну очень очень важную вещь на ВКБО имеются панели велкра под петлицы на грудные нашивки и на рукавные нашивки на форме смс такого нет она гладкая как в трусах у кина поэтому конечно же нашим балл у нас не промахаемый карман не смотри у американцев просто поэтому балл нашим теперь хочу сказать пару слов по поводу самой ткани как у нее вообще будет жарко холодно именно у этой модификации ткань довольно таки плотная сразу сразу оговорюсь что у более поздней версии этой формы ВКБО она конечно менее качественная и быстрее изнашивается но ткань у нее легче данная ткань плотная вот чтобы вы видели от такого вот цвета она достаточно плотная у американцев же ткань гораздо тоньше я это только что ощутил я немножко взмок в ВКБО в нашем лете в американской же форме мне абсолютно комфортно я вам напоминаю костюм летний летний у нас лето бывает тоже достаточно жаркое мы не в Норвегии и не в Китае где лето бывает холодное да у китайцев у них летняя форма довольно таки теплая потому что она на горы рассчитана но у нас нет поэтому за поэтому за комфорт я к сожалению вынужден отдать балл Windows друзья отдельно хочу сказать по поводу того как эта форма сидит у формы ВКБО немножко более выраженная кокетка чем у формы марпата кокетка это небольшой вырез на спине точнее кусок ткани позволяющий не препятствовать движением во время активных передвижений но несмотря на это и несмотря на то что обе формы практически по размеру наша форма сидит немножечко хуже чем американская поэтому вы не будете спорить поэтому надеюсь вы не будете спорить если я дам бал американцам теперь теперь хочется накинуть пару слов о стиле то есть как эта форма будет смотреться если носить ее не в поле не на задании а в городе на людях американская форма это довольно таки стильная одежда ее вполне можно носить как милитарий стиль я сам был светлым как люди ее носят но есть одно но данную форму вообще запрещено носить на людях законов США особенно тем кто служит в морской доходе США это все связано с тем что за морпехами там охотятся наша же форма мне лично кажется была создана для того чтобы отделить военнослужащего от просто человек который носит камуфляж которых таких у нас в России предостаточно поясню она выглядит довольно таки строк строго и по уставу если носить ее на улице ну это вызывает небольшую смехотворность извините за мои ужасные ушки да она смотрится более по мужски американская смотрится больше по байкерски по кабански это уже мое субъективное мнение но все таки гражданским носить ее не и последнее что хотелось бы на сегодня сказать по поводу ки те лей у нашего кителя имеется возможность застегнуть вот так вот воротник для того чтобы в холодную погоду тебе не задувало шею у американцев же такой возможности ми ху вот посмотрите сейчас вам покажу ни пуговицы здесь нет ни шлифка под пуговицу и просто нет нет поэтому за это балл уходит наш теперь переходим к следующему этапу брюков сразу оговорюсь что у меня нету брюк расцветки марпа но есть точно такие же в плане структуры от компании милтек это не реклама хвалид про расцветку но про расцветку я в принципе вам уже все рассказал если есть что добавить пишите в комментариях а мы приступаем итак идем сверху вниз тапочек уберись не мешайся нафиг сразу дам балл нашим за шлифки под ремень у американцев они меньше для сравнения вот наша американцы застегиваются на пуговицах наши тоже застегиваются на пуговицах но если вы присмотритесь то американская пуговица лучше чем наша поэтому балл американцам что по карманам то у американцев они застегиваются на точно таких же пуговицах которые невозможно просто отстегнуть они все таки отстегнут но достаточно вместительные в нашем же они застегиваются на липучках сразу я говорю что липучки довольно-таки крепкие по вместительности карманы практически такие же поэтому пуговицы с одной стороны а с стороны прочнее и чинить их легче липучки удобнее но быстрее изнашиваются судите сами а я отдам один здесь один плюс также еще один момент у американцев имеются застежки однако отсутствуют напрочь тормоза у наших же есть застежки и тормоза вот видите то что болтается это тормоза на задание поэтому бал нашим все остальное абсолютно одинаковое у наших два кармана сзади и у американцев два кармана сзади у наших есть два врезных кармана и у американцев есть два врезных кармана но сразу оговорюсь у нас он более вместительный вот смотрите вот американский поэтому бал нашим также еще один немаловажный аспект наши брюки имеют возможность тянуться точнее завязаться у американцев эта возможность представлена следующим образом что не очень-то я бы сказал эффективно потому что как вы видите очень-очень ограниченный потенциал однако однако наши веревки могут порваться что ж я думаю что стоит все-таки отдать балл нашим так как возможностей больше что касается материала он абсолютно идентичный как и здесь толстый так и здесь толстый поэтому здесь ничья то же самое касается и усилений в области колена ягодиц тут тоже будет ничья итак друзья вердикт я не буду отрицать что наши победили да по комфорту и удобству ношения эта форма практически одинаковые однако у нашей формы гораздо больший функционал имеется и липучки под шевроны и стоячий воротник а также некоторые функции банально удобнее чем у формы морских потек к тому же американцы очень сильно прокололись брюками они не стали их менять с прошлой формы VDU что которая была не очень хорошей кстати я сам носил у формы АКУ брюки практически такие же у них тоже нет тормозов но функционал немножко больше но это уже совсем другая история в сферах в сферах в сферах в сферах